Башкирия Башкирия всегда была неблагополучным регионом с точки зрения экологии, регион насыщен нефтепереработкой, нефтедобычей, предприятиями большой химии. Мы всегда рассматривали аспект экологии только с точки зрения загрязнения окружающей среды вот этими вот химическими нефтехимическими монстрами. Однако в последнее время мы как-то вдруг стали понимать, что вывоз, переработка, складирование мусора это тоже экология. И вот на прошлой неделе случились два встречных события, которые противоречат одно другому. Во-первых, власти попытались провести так называемое общественное слушание по сохранению полигона твердобытовых отходов в Черкасах, то есть по его очередной реконструкции, по продлению его деятельности. И одновременно с этим в районе тех же самых Черкасов было замечено крупное разлив какой-то непонятной черной жидкости, которая называется фильтратом. То есть это то, что выдавливается массами мусора из недр вот этой гигантской свалки и то, что является вот настолько токсичным, насколько мы не предполагали даже себе в самых страшных снах. Чудом получив документы о экспертизе проб спецавтохозяйства Уфы вот этого мусора в Черкасах, мы видим, что превышение только по диоксинам, например, в этих пробах в 40 раз. В 40 раз, вдумайтесь. То есть диоксины это вообще очень ядовитые вещества, но при этом в 40 раз в этих пробах превышено их содержание. О каких общественных слушаниях может идти речь, когда вот эта черная жижа течет, по словам Марса Сафарова, сначала в Шугуровку, а потом уже в Уфинку, а из Уфинки, ну, логически она попадает в Южный водозабор. Очередная попытка придать статус легальности свалке в Черкасах, которая давным-давно должна была быть закрыта, еще при Евалове об этом говорили, что и срок годности, и переполняемости и прочее на этих территориях уже запредельны абсолютно. Власти упорно не собираются вкладывать какие-то серьезные деньги в складирование и переработку мусора в миллионном городе. Я так понимаю, что основной задачей власти в этой сфере в Уфе является сохранение свалки в Черкасах, то есть сохраним и оставим все так, как есть. Несмотря на то, что она переполнена и уже давно никоим образом не сертифицирована, то есть вот много раз мне сообщали и писали и представляли документы активисты-экологи о том, что там уже нет никаких документов на эту свалку. Ну и появление вот этих данных о составе того субстрата, который получается в итоге на свалке, я имею ввиду вот этот вот анализ с жуткими цифрами, с 40-кратным превышением по диоксинам, но он, пожалуй, подтверждает вот эти мысли. Однако власти стоят на своем. Ничего строить не будем, нового полигона делать не будем. Они это объясняют тем, что земля, которая находится вокруг Уфы, им нужна для каких-то других целей. Ну, я могу предположить, для целей продажи, перепродажи и строительства там чего-нибудь красивого. И свалки новой не предусмотрено. И это при том, что город планирует прирасти огромным микрорайоном, вот когда построят восточный выезд, вокруг него, судя по всему, будет выстроено несколько миллионов квадратных метров жилья. Потом, значит, в ту сторону собираются еще там, значит, 12-14 миллионов квадратных метров жилья, а полигон в Черкасах у нас останется все тот же. То есть вывозить мусор с растущего города мы будем туда же, в ту же кучку. По-моему, здесь с этой ситуацией с полигоном в Черкасах требуется федеральное вмешательство, потому что местные власти точно пытаются оставить все как есть, а оставлять все как есть точно уже нельзя.